Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по 4 книге царств, книге царей. И сегодня мы будем читать 22 главу этой книги. «Восьми лет был Иосия, когда воцарился, и 31 год царствовал в Иерусалиме имя матери его Иедида, дочь Адаи из Буцкафы. И делал он угодное в очах Господних, и ходил во всем путем Давида отца своего, и не уклонялся ни направо, ни налево». Вот такое неожиданное исключение в династии иудейских царей, потому что целый ряд царей, особенно последних, монасты и Амон, они шли как раз не путем царя Давида. А этот царь, хотя и воцарился, когда ему было всего 8 лет, Амон, например, воцарился, когда ему было 12. Но он отличался тем, что он ходил путями Господнями, и 31 год он царствовал в Иерусалиме. В 18-й год царя Иосия послал царь Шафана, сына Ацалии, сына Мешуламова, писца, в дом Господень, сказав, «Пойди к Хелкии, первосвященнику, пусть он пересчитает серебро, принесенное в дом Господень, который собрали от народа, стоящие на страже у порога. И пусть отдадут его в руки производителям работ, приставленных к дому Господню, а сии пусть раздают его работающим в доме Господнем на исправление повреждений дома, плотникам и каменщикам, и делателям стен, и на покупку дерев и тесаных камней для исправления дома». Впрочем, не требовать у них отчета в серебре, переданного в руки их, потому что они поступают честно. На самом деле в Писании, как я часто обращал на это внимание, вот священникам деньги не давали, потому что когда им давали деньги, храм не ремонтировался, священники все тратили на себя. В наше постсоветское время у нас такая крайность. В советское время были над нами поставлены старосты, потом, когда советские времена кончились, все передали священникам. Я не думаю, что это правильно, потому что хозяйственными делами, восстановлением храма должен заниматься народ Божий, доброходы, и они должны со всяким усердием заниматься, может быть поставлен староста, старший над ними. А когда священника превращают в прораба, я не знаю, для чего это делают. Как бы одна цель может быть, чтобы он деньги имел эти, но деньги ничего хорошего не дают священникам. Священники и так всегда чувствуют поддержку Божию, когда у них оскудевают средства. То, как из одной крайности мы впали в другую, в советское время светские лица командовали, в наше время все сосредоточено в руках священника. И непонятно, то ли это священник, то ли это прораб, то ли это какой-то завхоз и казначей одновременно. Так вот, такого не было в древние времена, когда люди исполняли закон Божий. Была ревизионная комиссия, как бы сейчас сказали, был ящик, куда бросали пожертвования. Вскрывала эта комиссия, да, в присутствии первосвященника. Но все это отдавали тем доброхотам люди, которые восстанавливали храм и даже от них не требовали как бы отчета. Это связано с тем, что результат был налицо, храм восстанавливался. А когда священники этим занимались, ничего хорошего не было. Впрочем, не требовать у них отчета в серебре постановили. Передано нам в руки их, потому что они поступают честно. Давайте посмотрим, какой комментарий есть на эти слова. Это комментарий Ефрема Сирина, который пишет. Так было в течение 31 года его царствования. В 18-й год от начала правления он начал очищать иудею и жителей Иерусалима. Действительно, он искоренил чуждые религиозные культы, введенные монасией, свергнул святилища и алтари, которые были поставлены прямо в храме. В том же 18-м году он повелел искупить грех пред храмом и приказал священникам произвести исправление повреждений дома. Он привел рабочих, собирал камни, строительные материалы и все прочее необходимое в строительстве. Он предоставил деньги для ожидаемых расходов и этим в религиозном смысле соперничал с благочестивым рвением своего прадеда Иоаса. В то время восстановление храма было не менее важным, чем решение, которое принималось ранее по поводу его восстановления. Потому что в течение 50 лет, пока царствовал монасия, на него, на храм не обращали внимания или использовали в мирских целях. И мы знаем, что в советские времена храмы тоже использовали в мирских целях, в храмах делали кинотеатры, какие-то склады, то есть использовали не по назначению. А сын монасии, тот вообще там поставил всякие престолы ложных богов и еще больше он осквернил храм. В советское время тоже там вешали портреты богов советского времени, там Карла Маркса, Фредерика Энгеса, Ленина и так далее. То есть в истории все повторяется. Все повторяется. Как сказал премудрый Соломон, если тебе скажут вот что-то новое, не верь, это забытое старое. И мы читаем восьмой стих. «И сказал Хелкия, первосвященник, Шафану, Песцу, книгу закона нашел я в доме Господнем и подал Хелкия книгу Шафану, и он читал ее». Вот здесь дается объяснение, почему они впадали в это поклонство, в язычество, потому что закон Божий был в пренебрежении. Что же они нашли? Древнехристианский экзегет Исудат Мерзкий в своих комментариях на книге Царств пишет, Найдена книга была второзаконием, которую Моисей положил в ковчег как предостережение. Она появилась там посредством божественного деяния, чтобы показать горечь и осуждение из-за их великих беззаконий, из-за которых она более не могла пребывать на своем месте. Хелкия, нашедший книгу, был отцом пророка Еремии. Пророк Еремия – это самый несчастный из пророков еврейского народа, потому что он подвергался страшнейшим гонениям со стороны своих соплеменников. И Исудат Мерзкий продолжает, И, конечно, не случайно книга была обнаружена во время Иосии, ибо он более всех царей высказывал яростное противодействие жрецам Ваала, особенно происходившим из десяти колен, то есть тем, которые выжили среди них. А если бы книга была найдена во времена других царей, они бы не приняли ее и, может быть, даже порвали бы ее, как Садыкия рвал пророчества Иеремии и бросал в огонь. Другая причина состояла в том, что пришло время их пленения, ибо 70 лет Вавилонского плена обычно считаются от 18-го года Иосия, года, в которой книга была найдена. Пленение словно бы должно было произойти в те дни, но ему воспрепятствовали добродетели Иосии. Итак, здесь мы видим, что книга найдена, и Хелкия, первосвященник, подал книгу Шафану, и он читал ее. «И пришел Шафан, песец, к царю», то есть когда он прочитал эту книгу, «и принес царю ответ и сказал, «взяли рабы твое серебро, найденное в доме, и передали его в руки производителям работ, приставленных дому Господню». «И донес Шафан, песец, к царю, говоря, книгу дал мне Хелкия, священник, и читал ее Шафан перед царем». То есть они жили без Слова Божия. Тогда возникает вопрос, а как же тогда вот этот царь благочестивый, о котором мы читаем, как же он ходил по заповедям Господним? На уровне предания. Предания сохранялись из уст в уста, и люди ему рассказывали. А текст книги был как бы недоступен. Итак, Шафан, песец, читает эту книгу перед царем. Песец – это человек, который записывает царские указы. «Когда услышал царь слова книги закона, то есть когда она была прочитана перед ним, эта книга читается где-то за 3-4 часа, не больше, то разодрал одежды свои, когда он выслушал содержание этой книги. Напомню, второзакония – это последняя книга пятикнижия, где как бы производится такое обобщение всего содержания пятикнижия. И повелел царь Хелкия, священнику, то есть первосвященнику, и Ахикаму, сыну Шафанову, и Ахбору, сыну Мехейну, и Шафану, песцу, и Асии, слуге царскому, говоря, «Пойдите, вы просите Господа за меня, и за народ, и за всю Иудею, о словах сей найденной книги, потому что велик гнев Господен, который воспылал на нас за то, что не слушали отцы наши слов книги сей, чтобы поступать согласно с предписанным нам». То есть вот здесь говорится, почему отцы так поступали неправильно, потому что они не слушали слова книги сей. Не в том смысле, что они высказывали непослушание этой книги, они просто не слышали этих слов. Отсутствие слова Божия – это путь погибели, как в Писании сказано, что из-за недостатка ведения народ погибает. «И пошел Хилкия священник, и Ахикам, и Ахбор, и Шафан, и Асайя, к Олдаме, пророчице, жене Шалума, сына Тиквы, сына Хархаса, хранителя одежд, жила же она в Иерусалиме во второй части города, и говорили с ней». Здесь мы видим не пророка, а пророчицу, но мы знаем, что такие случаи были и до этой женщины. Мариам, сестра Моисея, она тоже была пророчица, Девора тоже была пророчица. И здесь вот пришли к этой женщине, которая на тот момент, она являлась такой прозорливицей, пророчицей, чтобы она дала какое-то слово от Господа для них, потому что они знали, как себя вести. Для нас очень интересно объяснение, очень интересно объяснение, которое мы прочитали, что вот то, что книгу нашли, стали читать ее, вот это отсрочило на какое-то время вавилонское пленение, в котором многие евреи погибли. Возвращение к Слову Божию всегда является отсрочкой для Божьего гнева. И я знал одного такого опытного старца, который говорил, если человек заболеет, какой-то ему диагноз тяжелый ставят, он должен брать Писание и с молитвы начинать его читать. Почему? Это может отсрочить любой смертный приговор, который уже вынесен на Неписах. Потому что человек имеет право знать волю Бога, если Господь уже принял решение, что он должен отойти от этой жизни, жизнь другую, человек берет Библию и начинает ее читать с молитвой, потому что человек имеет право знать закон Божий. Человек имеет право получить этот шанс читать эту книгу книг и получать из нее назидание необходимое. И сейчас мы посмотрим комментарий на 14 стих, с 11 по 14, вот на этот абзац. Здесь говорится, собственно говоря, об авторитете пророчицы. Не следует удивляться тому, что пророчица Алдама, жена Шалума, была вопрошаема царем иудейским Иосией, когда приближался плен и гнев Господа, обрушивался на Иерусалим. Таково правило в Писании, что когда не хватает святых мужей, им в упрек восхваляются жены. Действительно, когда не хватает мужей, Господь посылает жены. И в советское время явно не хватало мужей, которые могли бы защищать храмы. И вот белые платочки, русские женщины, они защищали храмы, и многие храмы отстояли. И вот эта пророчица, она должна изречь волю Бога. И она сказала им, здесь идет далее само это пророчество, «Так говорит Господь, Бог Израилев, скажите человеку, который послал вас ко мне, то есть царю, так говорит Господь, наведу зло на место сие и на жителей его. Все слова книги, которые читал царь Иудейский, что имеется в виду? В конце книги второзакония там даются проклятия за разные грехи, за самые разные грехи. И там говорится в этой же книге, что если люди не будут жить по заповедям Божьим, Господь их прогонит с этой земли, и святилище будет разрушено, и храм будет разорен. Так говорит Господь наведу зло на место сие и на жителей его все слова книги, которые читал царь Иудейский. За то, что оставили меня и кодят другим богам, чтобы раздражать меня всеми делами рук своих, воспылал гнев мой на место сие и не погаснет. Ну, а позвольте, а этот же царь был правильный, он хорошо себя вел. Да. Да. Но инерцию греха уже нельзя было остановить, потому что предшествующее поколение, они уже обрекли на погибель. Эту землю, этот храм, этот город. И один праведник уже не способен ничего изменить в этой ситуации, даже если это царь, который вернулся к слову Божьему. за то, что оставили меня и кодят другим богам, чтобы раздражать меня всеми делами рук своих, воспылал гнев мой на место сие и не погаснет. То есть гнев, который воспылал, он будет гореть, пока не свершится наказание. А царю иудейскому, пославшему вас, вопросить Господа, скажите, так говорит Господь Бог Израилевых о словах, которые ты слышал, так как смягчилось сердце твое, и ты смирился пред Господом, услышав то, что я изрек на место сие и на жителей его, что они будут предметом ужаса и проклятия, и ты разодрал одежды свои, плакал передо мною, то и я услышал тебя, говорит Господь. За это вот я приложу тебя к отцам твоим, и ты положен будешь в гробницу твою в мире и не увидят глаза твои всего того бедствия, которое я наведу на место сие и принесли царю ответ. То есть, да, вот этот царь, он благочестивый, но своим благочестием он может спасти себя, скажем так, но ситуацию уже не изменить. Но за его благочестие Господь его награждает. Он не увидит разрушения Иерусалима, он не увидит разрушения храма, он ляжет в гроб вместе со своими предками, имеется в виду прежде всего благочестивые предки, потому что он сам был вполне благочестивым человеком. Как сказано в Писании, нечестивый пусть еще творит нечестье, праведный да, творит дела праведности, а Господь далее все уже усмотрит. Субтитры сделал DimaTorzok